Накануне Международного дня пожилых людей в Коми провели мониторинг уровня жизни пенсионеров. К опросу подключились активисты из всех городов и районов, но наиболее активно себя проявили общественники Сыктывкара, Инты, Ижмы и Сыктывдина. Результаты озвучили в Общественной палате республики. Евгений Иршов расскажет, что волнует пенсионеров. Вполне ожидаемо в ходе опроса возникла тема пенсии. Выплачивают их регулярно, но размер устраивает далеко не всех. Низкие пенсии при высоком прожиточном уровне. Я полагаю, что сегодня никто из здесь сидящих не будет оспаривать мнение пожилых граждан. Безусловно, это не наша, не республиканская проблема, это федеральный центр. Но здесь все-таки возможно расширение льгот для пенсионеров. На втором месте среди жалоб жилищные проблемы. Участники мониторинга, особенно сельские жители, пожаловались. Вынуждены жить в старом муниципальном жилье. И получить новое уже вряд ли смогут. Льгот таких у обычных пенсионеров нет. В программу многие дома не вошли. Безусловно, точечные вопросы какие-то решаются. Но в целом проблема сегодня пока остается без разрешения. Вновь избранные депутаты, в надежде и на это именно пожилые люди говорят, могут оказать существенную помощь, инициировав в том числе и обращение в федеральный центр по совершенствованию законодательства. Жалуются пожилые и на высокие коммунальные тарифы. Иногда на оплату квартиры им приходится тратить половину пенсии. Я уже 7 лет плачу за ЖКХ половину пенсии, 7 лет, половину маленькой пенсии. А мне, государство, должно 50% как ветерана труда оплачивать. Мила Владимировна, Марина... В общем, не говоря уже о зубах и не говоря уже о других делах. В списке жалоб также. Нехватка врачей-геронтологов, проблемы с лекарствами, ждать их порой приходится довольно долго, и отсутствие организованного досуга. Впрочем, последнюю проблему успешно решает проект «Третий возраст», в рамках которого пенсионерам предлагают получить новые знания в различных отраслях. Учат пользоваться компьютером, преподают иностранные языки. В сфере ЖКХ тоже есть подвижки к лучшему. Для пожилых граждан ввели льготы на оплату взносов на капитальный ремонт домов. В плане лекарственного обеспечения участники опроса возлагают надежды на власти республики. Во время поездок в муниципалитеты глава всегда посещает аптеки, а Министерство здравоохранения всерьез взялось за подготовку фармацевтов. Так что есть надежда, что государственные аптеки закрываться не будут, и у пожилых будет возможность в нужный для них момент купить необходимые лекарства.